Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и вчера вышли, или сегодня, вчера или сегодня вышли очередные три лидера из Лидер ПАС. Давайте с ними разбираться. В Византии добавили Феодору, которая была лидером и в пятой Циве, и по-моему даже в третьей я уже забыл. Кстати, внешне вот в шестёрке она почему-то мне Тамару напоминает. Её способность называется метанойя. Кто не в курсе, в религиозной христианской традиции это имеет значение покаяние. Так вот, эта способность делает так, что священные места дают культуру в количестве равном бонусу за соседство, а фермы дают веру за соседство с ипподромами и святынями. Это в некотором смысле похоже на бонус майя. Вот помните, там ставишь кампус и вокруг кампуса застраиваешь его фермами, и фермы дают кампусу науку. Если кампус окружён фермами, то он имеет плюс шесть науки за соседство. Тут то же самое, только фермы дают веру за соседство священным местам и ипподромам. При этом эти же священные места ещё и культуру дают за соседство. То есть ставим священное место, шесть ферм вокруг, это шесть веры и ещё и шесть культуры. А если поставить карточку на удвоение соседства, то это двенадцать веры, двенадцать культур, а и взяли трудовую дисциплину, ещё и двенадцать производства. Да даже без трудовой дисциплины, на самом деле, и даже без того, чтобы религию основать, эта вера очень даже неплохая, и получается, что у вас священное место заменяет два района, и священное место, и театральную площадь, если, конечно, вы не хотите в победу туризмом идти. Да, у Феодоры нет уникального юнита Василия Второго, Тагмы, но зато её бонус заточен на развитие, а не на войну, то есть универсален. И, по-моему, выглядит интересно, но он не такой имба вот эта военная у Василия Второго, но в любом случае надо проверять будет в играх. В Германии добавили Людвига Второго, на самом деле, он правитель одного из германских королевств Баварии, он был королём Баварии. Тут его способность перевели как Король-Лебедь, но на самом деле в русскоязычной историографии принято называть его Сказочный Король, потому что Король-Лебедь это такой сказочный персонаж, и Людвига Второго просто называют Сказочный Король. Кстати, если кто не в курсе, кто такой, почитайте, чувак действительно интересный. Его способность звучит так, чудеса, даже недостроенные, получают плюс два к культуре за каждый район по соседству. Эта культура отображается в доходах города. Ну, зачем вот это пояснение? Это значит, что это не культура за соседство, а просто она внутри города работает, и на неё, например, не будут работать там карточки за удвоение соседства районов, за то что-то, что даёт процент от культуры или выхлоп от культуры на неё будет работать. Кроме того, после открытия замков все бонусы культуры за соседство также дают туризм. Вот тут не очень понятно, будет ли эта культура давать туризм, не будет давать туризм, потому что она не считается как за соседство, либо она всё-таки считается за соседство, но просто отображается в доходах города. Тут надо выяснять, но сама способность интересная. То есть вы открываете любое чудо, начинаете его строить, вам даже не обязательно его достраивать, и все районы вокруг дополнительно культуру дают. А так как вначале культуры мало, и театральная площадь довольно нескоро открывается, например, то получается, что Людвиг II довольно быстро начинает двигаться по социальным политикам, довольно быстро их открывать по сравнению со всеми остальными цивилизациями. Есть некоторые цивилизации, конечно, которые тоже имеют вначале довольно много культуры, там какой-нибудь Теодор Рузвельт-прогрессивист с его культурой от лесов на высоком престиже, или, может, Вьетнам, но вот эта игра через недостроенные чудеса выглядит интересно. Во всяком случае, необычно. Мне не кажется, что это очень крутая способность, но уж точно меняет привычный нам геймплей. Ну и третий новый лидер для Кореи добавили Си Джон. Его способность называется хангыль, это алфавит корейский, и дает двойную культуру за количество науки в ход после открытия первой технологии в новой эпохе. Ну, например, вы вышли в античность, открыли первую технологию, в ход у вас было 50 науки на этот момент, значит, вы одномоментно получите 100 культуры. Довольно все просто, пассивная способность. По-моему, у Сандок, другого лидера Кореи, ее способность получше, посильнее, поинтересней. Но, как я всегда говорю, надо проверять в игре. Вот такие три новых лидера. У всех способности на культуру, но почему-то этот пак называется «Великие строители». Фиг знает, почему не «Великие культурологи». Традиционно у меня в сообществе проходит голосование. За какого лидера из этих трех мне сыграть на божестве? Пожалуйста, сходите, проголосуйте. Ну, а в комментариях к этому видео напишите ваши впечатления от этих трех лидеров, из-за кого вы будете играть. А может быть, даже уже и сыграли. Тоже интересно почитать. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.